Да вот она, вот она. Это надо было в понедельник, вторник. Вчера еще это ужас было, что это все поубрали, тряпки, все. Татьяна Семенова показывает последствия недавнего потопа. Штукатурка осыпалась, обои отстали от стен. В квартирах второго этажа вот уже сутки нет света. Отключили, чтобы не замкнула проводку. Жители говорят, существуют буквально под открытым небом. С февраля в доме ремонтируют кровлю, только вот закончить никак не могут. В ночь спали, такой ливень был. Это спасибо всем соседям. Поднялись все соседи, находили всякие там, все возможное, что могли, прикрыли. И они были вынуждены ночью уйти ко мне. Маленький ребенок, как здесь жить? Здесь жить-то невозможно. Упадет сейчас потолок и все. Потолок провис во всех квартирах второго этажа. Кое-где стены деревянного дома до самого бруса. Буквально растворило дождем. Последние три дня ливень, как из ведра. С февраля месяца проходят у нас ремонтные работы крыши. Как три месяца уже проходят и никакого результата. Рабочих нет. Вот такой вот у нас результат. Как только жители забили тревогу, сюда все-таки привезли долгожданный профлист, чтобы накрыть крышу. Ждали его около месяца. Бригадир объясняет, его вины в этом нет. Они бы и рады все сделать вовремя. Но руководитель подрядной организации вовремя не обеспечил поставку кровельных материалов. Материал до этого не было. Вот мы 8 человек сейчас в данном месте, чтобы быстрее это закончить. Пока погода хорошая, давайте везите. А у нас деньги нет, у нас бюджет нет. Ну давайте, ждите, пока я вам ничего не могу по этим вопросам ответить. А мы ждали, ждали. Вот привезли 19-й человек в профлисты. И мы начали работать. Причины задержки подрядчик так и не объяснил ни жителям, ни журналистам. А вот люди уже подсчитывают убытки и собирают документы, чтобы обратиться в суд. Всего в Лесосибирске ремонтируют 25 домов. И почти в каждом третьем проблемы. В работе этой проблемной подрядной организации находится 7 домов, большая часть из которых находится в точно таком же положении. А где-то и вообще не проходит никаких работ. Завтра в администрации города встретятся с директором подрядной организации и будет решаться вопрос, как он планирует возмещать нанесенный ущерб жителям домов. Анжелика Александрова, Степан Присанфов. Новости.